Доброе утро, сегодня крайний день моего похода, выспался сегодня хорошо, сейчас раннее утро, сплю уже без свитера, потеплело, зато стала хорошая большая подушка. Карасики продолжают клевать один за одним, а насчет сазанчика, мне даже как-то стыдно, задета рыбацкая гордость моя, за неделю не поймать ни одного сазанчика, так что обязательно будет реванш, я приеду сюда еще, оба! Субтитры сделал DimaTorzok Просто пулеметный клев, стой! О, где-то вот! Найку с Темой будет раздолье, пронесу карасей домой, да и самим будет что пожарить. А дальняк так и простоял всю ночь, поклевок не было, не успевает опуститься, карасик уже клюет. Червячка не очень крупный, но на сковородку то что надо, по-моему уже сидит. Ай, сошел! О-о-о-о! Опа-па Повис Вчера, как ни странно, когда просматривал видео с подводной камеры, не увидел ни единого карася. На этой маленьком экранчике тяжело было что-то рассмотреть, попытаюсь. Дома на большом экране более подробно, но по-моему была в основном плотва и красноперка. А сейчас клюет один карась. Жаль, что разрядились аккумуляторы. Пауэрбанк тоже уже сел, поэтому с удовольствием бы сейчас опустил камеру под воду поснимать карасей. Но, к сожалению, не выйдет. Клёв немного приутих. Я сейчас высыплю остатки прикормки. Может быть, половлю еще с полчасика. Уже солнце подымается. Не хочется сильно долго быть на жаре здесь. А еще у меня есть одно очень важное дело. Ого! Какой огромный лещ. Это густерка. Клюет, конечно, на все. На мастырку и на червя. Полосатый. Кстати, червя здесь добыть довольно сложно, потому что грунт песчаный. И нужно очень постараться, чтобы его найти. И вот такая рыбка тоже попадается. Ну вот, подошла мелочевка. Начали попадаться маленькие лещи. Густерки, окуни, ерши. Все подряд. Поэтому я уже смирился, что сазана я в этом походе не впоймаю. Буду завершать рыбалку. У меня еще есть одно важное дело, которое нужно сделать. Так что, этим сейчас и займусь. Я начинаю собирать лагерь и первым делом буду демонтировать свой колодец неудачный. Множество раз я выбирал из него воду. Кружкой вычерпывал до дна. Она все равно остается желтого цвета. И имеет более насыщенный запах речки. Вот такого цвета она из колодца. И вот такого намного чище просто из реки в первом попавшемся месте. А если еще взять там, где есть течение проточное, она еще более чистая. Поэтому я пользуюсь обычной водой из реки. Но с колодцем что-то пошло не так. Не знаю. Идея вроде как вполне себе интересная должна быть рабочей. Но в данной местности почему-то ничего не получилось. Если у кого-то есть мысли на этот счет, подскажите. По идее должно было все работать. В общем никому не рекомендую. Хотя может быть где-то и получится. Может быть стоит кому-то попробовать. Во всяком случае я еще буду пробовать в других местах что-то подобное. Сомневаюсь, если бы я вырыл ямку где-то рядом. Но уже в грунте, а не в самой воде. Что это бы поменяло ситуацию. В любом случае воду пришлось бы кипятить как из реки, так и из колодца. Поэтому я особо не переживаю и пользуюсь речной водой. Я думаю что он прилично уже всосался в муляку. Хотя нет, подается вроде бы. Но не так просто. Вышло нормально. Можно конечно сказать, что этими отверстиями ведро уже безвозвратно испорчено. Но на самом деле у него еще есть несколько применений. Одно из них это использовать как сумку, как я обычно делаю. Погрузив в него вещи. Еще можно использовать как садок для рыбы, опустив воду. А также я буду использовать его как схрон. Потому что много вещей я планирую сейчас оставить здесь. Чтобы идти домой налегке. Заберу какую-то часть рыбы. Посмотрю по весу рюкзака. И в это ведро я спрячу прикормки и всякие вещи, до которых могут добраться животные. Плотно закрою крышкой. И где-то спрячу в укромное место замаскирую. В следующий раз обязательно приду сюда с реваншем для сазана. Второй дальний заброс на котором стоит бойл. Тоже не принес мне ни единой рыбы. Ловилась только на поплавок. Это говорит о том, что сазана здесь или очень мало или пока просто нет. Сейчас я начну собирать лагерь. Но прежде хочу поделиться своими мыслями и планами на это место. Сейчас конечно в нынешнее время сложно что-то планировать и загадывать. А вообще по поводу этого места. Очень интересное. Мне здесь понравилось. Рыбка клюет, карась замечательная ловится. Очень много вот таких сухих деревьев, которые бобры периодически валят. То есть стройматериал уже прямо готовый, сухой и поваленный. Очень много таких довольно крупных деревьев. Сейчас покажу. Есть вообще огромная. Туда довольно сложно пролезть. Но при желании все это можно очистить. И сделать хорошую большую полянку. Сюда можно будет приезжать на рыбалку. И сделать либо хорошую беседку. Чтобы комфортно отдыхать и ловить рыбу. И есть еще такая мысль. Это домик на дереве. Вроде как какая-то детская такая идея. Но по большому счету здесь она вполне уместна. Потому что эта местность сильно затапливается. Поэтому если находиться в палатке и ночью подымется вода. Мне очень приятно будет проснуться в луже воды. И срочным образом собирать вещи, палатку и куда-то ретироваться. В общем вот такие вот мысли, задумки. Ну а как оно получится никому не известно. Ну а я буду собирать лагерь. Пуплендый пищевой бруни 93. Гiot Fashionl Crisp Мы все становимся к в сам我是 оballткике. В том с annat од Haitianцы, сภуф voters, Пусть и орёо интернет пищевой canる двух. Вы Vergleichsi мы вные. НайдOOO В Hassанх�. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Лагерь собран, рюкзак упакованный, костер залил, засыпал. Практически все как и было. Единственное, веток здесь не осталось. Много вещей я оставил и спрятал в чаще, чтобы в следующий раз с собой много чего не тащить. Но рюкзак все равно такой достаточно тяжеленький получился. Но думаю справлюсь. Хотя сил конечно поменьше на обратном пути в связи с небольшим количеством пищи, которое у меня было. Ну и осталось то самое важное дело, которое я планировал сделать в конце похода, чем собственно сейчас и займусь. А именно нахождение следов человеческой цивилизации и транспортировка их домой с целью утилизации. Я думаю вы поняли о чем я. Я всегда с собой беру такой мешочек для мусора. Всегда в местах ловли собираю оставленный хлам нерадивыми рыбаками и охотниками. В основном это конечно пластиковые бутылки и полиэтиленовые кульки. Ну вот конечно же. Хотя это место конечно не сильно посещаемое, но опять же когда половодье, это все затапливается, речка разливается и может течением принести с других, более густонаселенных мест. Ну вот насобирал один кулёчек, в следующий раз возьму с собой возможно побольше кулёк, хотя неизвестно буду ли я забирать в следующий раз все вещи, посмотрим. Хотя теперь у меня снова будут заняты обе руки, рюкзак на плечах, удочки и этот кулёчек. Но кулёчек не тяжелый, поэтому не составляет труда его забрать до ближайшего бака в городе. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok